На протяжении многих лет любители прогуляться в лесу на лыжах без препятствий выходили на трассу базы Белочки. Она принадлежит училищу Олимпийского резерва. Однако сейчас нам появился забор и многие забили тревогу. Конечно, для обычного обывателя не очень-то это прикольно, когда он может покататься на хорошей трассе, которую готовит ратрак всего лишь 4 раза в неделю в утреннее время, там полтора часа. То есть это, конечно, для любительского спорта, для развития физкультуры в крае не очень. Забор – это не прихоть училища. Так как на трассе проходят тренировки и соревнования биатлонистов, ограждение – обязательная составляющая стрелкового комплекса. У спортсменов есть винтовки, а они, в свою очередь, приравнены как к нестрельному оружию. Как нам пояснили в училище Олимпийского резерва, без забора базу и вовсе могут закрыть. Одно из основных требований к безопасной эксплуатации таких объектов было установлено по требованию Росгвардии. По-другому никак. Нас Росгвардия предупреждала неоднократно, но мы договаривались, что вот-вот деньги дадут нам. Не так давно был случай. На соревнованиях ребенок выбежал на трассу. Произошло столкновение с лыжником. Как итог, мальчик попал в больницу и чудом избежал серьезных травм. То, что хотят кататься, пожалуйста, мы за развитие массового спорта будем идти навстречу в любом случае. Но не стоит паниковать раньше времени. Есть два варианта. Вокруг забора также есть доступная трасса, правда с малым километражом. Второй вариант – любителям ходить на лыжах. Администрация училища предлагает сделать пропуск. Оформить его можно прямо на базе и совершенно бесплатно. Там же можно уточнить и расписание. Но когда на трассе будут проходить тренировки или соревнования, все-таки придется подождать в целях вашей же безопасности. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.